Приветствую вас, братья и сестры! Пожалуйста, откройте ваши Библии на Матфея, 27 глава, 50 стих. Матфея, 27 глава, 50 стих и 51 написано так. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Аминь. Завеса, завеса в храме, завеса в храме была напоминанием, напоминанием о том, что грех разделял людей от Бога. Напоминанием о том, что в свое время Адам и Ева согрешили. И что из-за их греха все человечество было отделено, отделено от Бога. И человек не мог туда просто так войти, туда могли войти только особые люди в особое время и по особым обрядам. Но простой человек, когда он приходил в храм и видел эту завесу, он знал, что он туда войти не может. Он не может войти в присутствие Бога, потому что он грешен. Эта завеса, она напоминала человеку о его грехе, о том, что он греховен, и о том, что Бог свят. Завеса напоминала о силе, могуществе и святости Бога, и напоминала о слабости и греховности человека. Она показывала, что есть большая пропасть между Богом и человеком. Это напоминает историю о богаче и Лазаре, где написано, что «хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Завеса была вот этим разделением. Если вы когда-то будете на западном побережье Америки, и вы посетите город Сан-Франциско, вы наверняка захотите подойти к заливу Сан-Франциско, и там вы увидите вдалеке остров, на котором вы увидите здание. И у вас наверняка будет вопрос, кто захочет там жить, в этом здании, потому что этот залив, он достаточно бурный, очень сильное течение там, и достаточно холодная вода. И добираться до этого острова наверняка непросто. Кто захочет там жить? Но если вы спросите местных людей, вы узнаете, что этот остров называется Аль-Катрац, и там в свое время находилась тюрьма для особо опасных преступников. И этот залив как раз служил вот этой защитой, чтобы люди, которые попадали в эту тюрьму, они оттуда не могли никак выбраться. Были попытки в истории этой тюрьмы, когда люди пытались оттуда убежать, но ни разу не было подтверждено, что им удалось перебраться через этот залив. Расстояние 2 километра, и многие, кто пытались, они просто не доплывали. Те, кто хотели перебраться отсюда туда, не могли. И говорят люди, которые там работали, в этой тюрьме, когда у них брали интерьер, они говорят, что даже в спокойный день, когда нет ветра, люди, находящиеся в этой тюрьме, могли слышать музыку, слышать даже, может быть, какие-то возгласы людей с берега, но перебраться туда не могли. Как бы они этого не хотели, как бы они не желали быть на свободе, они не могли этого сделать. И как люди не хотели и не желали быть в присутствии Бога, они не могли этого сделать. Они не могли это сделать, потому что это не от них зависело. Просестры, кто разодрал завесу? Кто разодрал завесу? Разодрал ее Бог. Здесь специально написано, что завеса разодралась сверху донизу. Она не была разодрана снизу человеческими руками, она была разодрана сверху Богом. Как раз в момент, когда Иисус умер. Как раз в тот момент, когда Иисус сказал, что совершилось, и когда Он умер, тогда завеса разодралась. Что мы можем к этому добавить? Что мы можем сделать еще к тому, чтобы завеса была разодрана? Это уже сделано. Это уже совершилось. По-английски написано «it is finished». То, что уже закончено, делать заново не надо. У нас есть этот доступ. И потом, евреям в 10 главе написано, «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Теперь мы имеем дерзновение входить в освятилище. Мы имеем дерзновение. По-русски это значит решимость, отважность, решительность. По-английски это «boldness» или «confidence». Теперь мы имеем вот эту смелость, мы имеем решимость. Раньше человек боялся туда войти, потому что он знал, что будет поражен святостью Божией. Но теперь посредством крови Иисуса Христа, посредством Его жертвы, мы имеем этот доступ. Имеем этот доступ. Это, знаете, не дерзновение, не смелость, которую человек сам в себе возгревает. Как-то, знаете, как человек, скажем, решается спрыгнуть с парашютом, он пытается набраться смелости. Нет, это смелость, которую мы не сами в себе имеем, но это смелость, которую мы имеем посредством крови Иисуса Христа, посредством Его жертвы, благодаря Его жертве. Доступ, который открыт нам вновь. В этом и заключается Евангелие, в этом и заключается благая весть. Именно поэтому первые церкви, они были переполнены, именно поэтому, когда мы читаем, как апостолы проповедовали, что сотни тысяч людей прибавлялись к церкви, люди не могли поверить, что теперь этот доступ открыт, теперь каждый человек может иметь это близкое общение с Богом. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Для того, чтобы прийти к Богу, нужно иметь смирение, нужно иметь смирение и нужно принять Его план спасения. Вспоминается история Неймана, когда он был заражен проказой, и ему говорит пророк «Окунись, окунись в реке». И он это не принял. Он имел свое мировоззрение, он имел свое понимание, и он думал, что к нему выйдет пророк, и сделает вот так, и вот так, но пророк даже к нему не вышел. И он не хотел принимать тот план спасения, который ему сказали, нужно принять. Он не хотел смириться, но потом его слуги остановили и сказали, ну неужели тебе так тяжело? Сделай, сделай то, что тебе сказали. Чтобы прийти к Богу, нам нужно смириться, нам нужно принять Его план спасения через Его жертву в Иисусе Христе. Знаете, гордому не нужна милость. Гордому человеку не нужна милость. Гордому человеку не нужно прощения. Гордый человек думает, что у него все хорошо, что ему ничего менять не надо. Но смиренный человек, он понимает свою недостаточность, свою греховность. Он приходит к Богу через Иисуса Христа. Нам нужно иметь это смирение, чтобы прийти к Богу. И не просто набраться смелости, но посмотрев на Иисуса, на Его жертву, и благодаря Его жертве приходить к Богу. Дьявол имеет свою цель. Дьявол имеет цель разрушить веру и разлучить с Богом. Дьявол напоминает мне фараона, который гонится за израильским народом в пустыне. Уже все, народ уже вышел. Но он все еще хочет поработить, он все еще хочет разлучить, разлучить с Богом. Дьявол это делает разными путями. Один из путей – это ложь и клевета. Он хочет нам сказать, что Бог нас не простил, что завеса еще стоит на месте, что мы не можем приближаться к Богу такими, какие мы есть. Но Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Бог говорит, что наоборот, придите ко мне. Дьявол хочет нас увеличить это чувство вины, что мы еще не прощены, напоминая нам о наших грехах, о наших проступках, о наших падениях, и хочет показать нам, что мы недостойны. Но Бог говорит, нет, завеса разрушена, придите ко мне, и я успокою вас. Дьявол хочет сказать, что завеса еще есть, но Бог сегодня нам через свое слово напоминает, что завеса разодрана, сверху донизу. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему. Бог хочет, чтобы мы приблизились к Нему. Это слово «приступаем с дерзновением» означает приближение. По-английски написано «joineer» – приблизиться к Богу. Сегодня мы живем время, когда мы отдаляемся. Отдаляемся друг от друга. Понятное дело, почему. Но порой мы отдаляемся от Бога. Порой мы отдаляемся от Бога. И вот в это время, в этот период физического дистанцирования, мы можем иметь духовное сближение, сближение с Богом. Приблизимся к Богу, приступим к Нему с дерзновением посредством крови Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Я дам сейчас буквально несколько секунд вам возможности помолиться в ваших домах, и потом я помолюсь. Господь, благодарность Тебе за Слово Твое, благодарность Тебе за то, что Ты через Него напоминаешь нам, что мы имеем прощение, мы имеем искупление и избавление от наших грехов, Господь. Напоминание о том, что завеса, которая разделяла нас от Тебя, она была разодрана сверху донизу. Благодаря жертве Иисуса Христа. В тот момент, когда Он умер, эта завеса была разодрана, Господь. И я благодарю Тебя за это и прошу Тебя, Господь, вот в это время, когда мы так отдалены друг от друга, прошу Тебя, помоги нам быть очень близкими к Тебе. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok